Написало издание Le Monde, французское издание, оно пишет следующее. Макрон в закрытом кругу заявил, что отправит военных в Одессу. Цитирую. В любом случае, в наступающем году мне придется отправить некоторых ребят в Одессу. Заявил президент Франции в ночь на 21 февраля в Елисейском дворце. Пять дней спустя он сказал о возможности отправки войск уже публично. Цитирую вновь. В динамике ничего исключать нельзя, без колебаний, ответил Макрон на соответствующий вопрос. У меня вопрос теперь к вам. Французские войска будут в Украине? Я напомню еще одно высказание Макрона. Он сказал, что наши войска уже есть в Украине. Он подтвердил, что было хорошо известно, но публично это нигде не рекларирует, что не только французские, но и британские специалисты обслуживают вот эти знаменитые ракеты с Том Шейдера, английские и скерп французские. Вообще, сегодня ожидается прощение Макрона к нации, а завтра пройдет историческая встреча трех европейских лидеров – Германии, Франции и Польши. На наших глазах проходит грандиозное событие. Это поворотный пункт в истории, идущей, как я ее называю, Четвертой мировой войны. Происходит Франция и Европа в целом стремится занять вакантное место лидера свободного мира, которое позорно упускает американский политический класс. Вы сказали, я уже в многих событиях сегодня и завтра, которые пройдут в Париже и Берлине. В Берлине будет встреча, я уже объявил это, встреча трех основных держав Европейского Союза – Франции, Германии и Польши, которые заявят о своей новой позиции. А параллельно сегодня в Вашингтоне проходит так называемая процедура «decharge petition». Это попытка преодолеть предательскую позицию спикера Параты Джонсона, которой уже пять месяцев, подумайте, какой позор для Соединенных Штатов. Этот законопроект о помощи Украине, прекрасный законопроект, был после прекрасного выступления президента Байдена внесен 9 октября прошлого года. Он был принят сенатом и уже месяц блокируется в Палате представителей. Причем позорная ситуация. Ведь дело в том, что большинство республиканцев всегда поддерживало помощь Украине. Это показывают все голосования. Но что происходит? Сначала против была только маленькая группировка, но совершенно от явных трампистов. Даже не трампистов в целом, а вот и такого личного спецназа Путина. Такая сумасшедшая маржа Грин, сенатор Вэнс. Они все бегали по палатам и по каналам телевидения, рассказывали всякие гадости об Украине, доказывая, что не надо доставать помощь. Но предательская оппозиция Джонсона, который сам был всегда за помощь Украине, он лицемерно говорит, что да, мы за помощь, за помощь. Помните, он объяснял это, стоя рядом с Зеленским 15 декабря в Конгрессе. Но мы хотим, чтобы наши демократические друзья вместе с нами поддержали защиту нашей границы. Поддержали, разработали совместный законопроект, который принят в Сенат. И о поддержании границы, я помню, что украина Трампа распорядился заблокировать этот законопроект. Что самое позорное, что очень многие республиканцы, которые были всегда за поддержку Украины, они, испугавшись Трампа, подчинились ему. То есть Трамп какими-то методами такого мафиози, которым он действует и в бельнице, и в политике, овладел республиканской партией. Одновременно он произвел переворот в Центральном комитете республиканской партии по солидностям и сторонникам. Чем он запугал большинство республиканцев, которые всегда охотно голосовали за помощь в Украине. Да тем же праймере. Вот я несколько раз рассказывал вам о том, что этот механизм псевдодемократический, он на самом деле часто искажает волю избирателей. Ведь в праймере же участвуют не все члены республиканской партии, а наиболее активные и ангажированные. А сейчас наиболее ангажированные и активные это члены вот там называемой тоталитарной секты Трампа, которую он толпом может гонять на праймере. Он угрожает республиканцам, которые не подчиняются ему и поддерживают законы. Мы говорим, что я сорву. Они же тоже баллотируются в Конгресс новый. Они тоже проходят через право. Он угрожает им погнать своих сторонников и сорвать их право. И какое позорище. Многие республиканцы этому подчиняются. Вот сейчас наставленный момент истины. Вчера, нет, позавчера была объявлена вот эта самая дичарш-петичн-процедура. Это процедура, которая позволяет преодолеть сопротивление спикера и заставить его поставить этот вопрос на граждан. За него за это должны проголосовать 218 членов Палаты. То есть простое большинство. То есть достаточно примерно 20 республиканцев. Сейчас примерно равное количество демократов СБ, но у демократов есть свои отвязанные на всю голову противники Израиля, которые будут проголосовать против этого законопроекта, который, как я напомню, это законопроект о 95 миллиардах помощи, 65 Украине, 20 зали. То есть достаточно 20 республиканцев, чтобы этот закон, несмотря на сопротивление Джонсона, были принят. Вот началось, два дня идет сбора этих подписей. Сегодня очень важный этап организации республиканцев за Украину, это наши друзья, о которых я говорил. Я очень волновался за тех... Помните, мы два раза с вами беседовали о так называемом докладе «A Proposal Plan for Victory in Ukraine», который подготовили три председателя республиканского комитета Маккола, Роджерса и Торнера. Они-то не подчинятся-то. Нет, они организовали этот комитет, и сегодня на всех каналах телевидения американского за заплаченный миллион долларов идет их рекламная реклама 60-секундная, призывающая конкретно республиканских, взывающих чувство ответственности, стыдящих, взывающих республиканцев отдать голоса за эту резолюцию. Кстати, эту петицию, кроме Маккола, Роджерса и Торнера, подписали там уже восемь ведущих республиканцев. Но осталось 5-6 человек. Давление на них оказывает прекрасное. В этом же ролике включено обращение премьера-министра Польши Туска, которое обращено в персональный жанр. Он говорит, на ваших руках кровь. Тысяча украинцев, которые погибли, потому что пять месяцев вы блокируете помощь. Вот решающие два дня покажут. Либо все-таки этот закон будет принят, либо мы констатируем, что журналистов-маликанская партия полностью захвачена мафиозой Трампом. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин